Сегодня мы будем готовить самое необычное блюдо на огне. Я уверен, что мало из вас кто пробовал или даже слышал об этом. Это будет у нас сосисочный пирог. Готовится все просто, ингредиенты все простые. Что нам нужно? Нужно как всегда разжечь огонь. Нужны нам будут яйца. Яйца нам нужно 5 штук, можно больше. Перец молотый, соль, чайную ложку. Все это дело мы взбалтываем, перемешиваем. Нарезаем хлеб. Ломтиками вот такими вот. Далее. Обрезаем края, чтобы у нас были как прямоугольнички. Берем любую пустую картонную коробку, фольгу. Вот так вот выкладываем фольгу в коробок, можно в несколько слоев. Потом берем наш хлеб, вымачиваем его в взбитые яйца. И выкладываем на дно коробка. Потом по бокам вот так выкладываем. Получается у нас корпус. Корпус из хлеба. Берем сосиски. Желательно их разрезать. Можно вообще кубиками порезать. Кому как нравится. Выкладываем из сосисок плоскость, чтобы был у нас слой такой сосисочный. Берем те обрезки с хлеба, которые у нас остались. Вот так их крошим. Заполняем места, которые там остались. Берем еще сосиски. И выкладываем еще один слой. Вот так у нас красиво все получилось. Зелень. Зелень мы нарезаем. Перемешиваем зелень с тем, что осталось у нас одеяиц. Вот такая интересная штука у нас получается. То, что у нас получилось, мы выливаем на наши сосиски. Вот так все хорошо получается. Все разравниваем сверху, чтобы получался тоже слой из зелени. Вот так красиво оно все получается. Берем кусочки хлеба, которые остались. И закрываем сверху все это хлебом. Тоже ломтиками нашего хлеба. Желательно закрыть всю плоскость. Вот так вот пару кусочков осталось еще закрыть. Закрываем все. Дальше что мы делаем. Дальше мы берем наши края, которые с фольги слисают. Сейчас я покажу. Посмотрите, какая красота пока получилась. Таким пирогом можно всю семью накормить. Получается очень много его, очень вкусно. Вот, продолжаем. Берем наши края, которые по бокам. И аккуратненько так закрываем наш вверх. Желательно, чтобы все плотно было, чтобы дым туда не попал. Ставим наш коробок на костер, на угли. То есть, который небольшой костер еще там есть. Но это хорошо. Нам нужно, чтобы коробок наш обгорел сверху. Ну, чтобы он сгорел. И получилась у нас корочка внутри. Вот так красиво у нас коробок наш обгорает. Хлеб внутри румянится. Все пропекается, набирает температуры. Фольга немножко потемнела. Напоминаю, все должно быть фольгой плотно закрыто, чтобы не попадал туда дым. Потому что, ну, из костра, из углей хороший дым может быть. А вот из картона, там он дым вонючий. Все это дело вот так вот на жару у нас пропекается очень хорошо. Коробок уже обгорел. Остался только пирог. Берем его аккуратно. Переворачиваем. Чтобы у нас пропекся с двух сторон. Чтобы внутри не было ничего сырого. Эта сторона у нас уже хорошо там, я думаю, подрумянилась и пропеклась. Вот так вот можем немножко подкидывать дровишек. Чтобы было немного огня. Можно просто на углях. Все, вот такая вот вкусняшка у нас в итоге получается. Даем пирогу остыть. Когда он остынет, фольга легко снимается. Очень вкусно, очень аппетитно. И очень сытно все получается. Всем приятного аппетита. Пробуйте экспериментировать на костре. На углях. Все получится. Смотрите мои следующие видео. Там будет очень много хороших и полезных рецептов. А главное, самых простых. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok